Как оно получается? Очень просто. Любая почка любого растения, прежде чем распуститься, на конце почки возникает маленькая капелька смолы. Эта смолка предохраняет новую жизнь от всех неблагоприятных внешних воздействий. И в этой смолке заключена огромная жирительная сила. Пчелы это знают, они собирают эту смолку, приносят мури, перерабатывают и делают свое пчелинное лекарство прополис. Прополис это кладезь здоровья, но прополис не растворяется в воде. И во всех лечебниках написано, растворяйте в спирте, растворяйте в водке. У нас в Академгородке, в институте органической химии, взяли анализ прополиса и спиртовой настойки. Ах, ну и! 60% самых целебных веществ спирт убивает в краску. Тогда они растворили прополис в оливковом масле. Получилось. Сливочное масло. Получилось. И, наконец, удалось сделать очень сложная технология, низкотемпературная технология. Кстати, запомните, мед и прополис нельзя нагревать выше 50 градусов. Теряются цветные свойства. И им удалось, наконец, сделать экстракт прополиса на воде. Это специальная серебряная шелкитовая вода. Сложная технология. Повторить никто дома не может. Это техно-ухаун. И когда взяли анализ этого прополиса, выяснили, 99,2% сохранились в 100%. И они начали этот экстракт прополиса закапывать, извините, во все дырки человека. При закапывании в нос, протилактика, лечение носа, глотки, в рот, зубы, полы, стад, пищевод, желудочно-кишечный тракт. В уши закапывают. Прекрасный результат. По жидкой части орошения. Великолепный результат. Всякие ожоги, раздражения. Отлично. Но самый удивительный результат у нас получился 8 лет назад, когда мы впервые использовали этот экстракт прополиса на воде при восстановлении зрения. А прополис для нас обладает тремя уникальными свойствами. Один из самых мощных природных аксорбентов. Он лучше, чем алгоя, вытягивает из клеток и из органов, на себя шлаки тянет. Раз. Второе. Прополис оказался уникальнейшим с бактерицидом. Он убивает более 200 болезнетворных микробов-крепков, при этом не убивает ни одной полезной бактерии. И третье его свойство. При приеме внутрь всасывания крови, он оказался мощнейшим антиспериодическим препаратом. Он прочищает микрокапилляры сосудов мозга и глаз. Улучшает память. Как мы его применяем? За 30 минут до еды 10-12 капель надо выпить из этого бочонка. И по 2 капли закапать в каждый глаз. Кстати, в этом бочонке этот экстракт не фильтрован. То есть тут допускается осадок, и перед употреблением можно взболтать, выпить. А вот в этих маленьких пузыряках тот же самый экстракт, но фильтрованный. Это сделали специально, чтобы закапывать в глаза. Выпили 10-12 капель и по 2 капли закапали в каждый глаз. Щипит, ущипит. Вот он со слезой всю гадость из глаз и тянет. Потом надо полчаса подождать. За полчаса тот прополис, который вы проглотили, всасывается в кровь. И вот эту активированную прополис, обголотную кровь, надо максимально прокачать через наши глаза. А для этого перед самой едой что надо сделать? Надо сделать 12 секундокласс. Вот эти 6 упражнений. Вверх-вниз, право-лево, диагонали, прямоугольник, светлокласс, грех-змея.